Говоря о безопасности, мы живем в беззаботное время, но также во времена огромных возможностей. Мне нравится то, что доктор Уэйн Уилкс только что нам сказал о использовании каждой возможности, как это делают обычные люди. Тогда мы могли бы очень сильно отличаться от них. Десятки лет назад Обычная семья приняла решение принять мою маму и сохранить ее от явной смерти, когда она бежала с трудового лагеря во времена нацистов в Польше. Это одно решение дало мне шесть внуков. Не четыре, а шесть. И может даже больше. Вчера, между прочим, я хочу говорить сегодня о антисемитизме. Возможно, оно не будет для вас оптимистическим посланием, но на самом деле это часть реальности мира, в котором мы сейчас живем, потому что антисемитизм растет и увеличивается. Вы, наверное, бы так не подумали, но мы же, живя в послевоенное время, в постнацистское время, с уверенностью можем сказать, что он на подъеме и растет. Вчера наша синагога, Мессианская синагога в Северном Далласе, получила телефонный звонок. Никто не мог ответить, поэтому звонок был записан. И голос по другую сторону линии был антисемитский. Его слова были ненавистны, наполнены ненормативной лексикой, угрожающей. Он отрицал Голокост, и он был убежденным антисемитом. И эти ребята становятся смелее. И это не впервые у нас такая ситуация, когда мы встречаемся с таким типом антисемитизма. На самом деле, вы можете об этом не знать, если вы не следите за новостями, но в прошлое воскресенье кто-то повесил флаг со свастикой на столбе на трассе Роджерс. Вы знаете, где эта трасса? Кто-то сфотографировал это и выложил в интернете. И я это увидел. А кому-то пришло на ум снять со столба этот флаг. Еврейский центр в Далласе. Здесь в Далласе. В Техасе. Совсем недавно. Несколько недель назад получили две разных угрозы взрыва с января. Хочу прочитать вам заголовок из израильской публикации, где сказано, «Вы, как президент Трамп, обвиняете пять волн угроз взрыва в еврейском центре в Далласе и еврейской школы». Пять раз. Кто-то из вас слышал о первых четырех попытках? Все это имеет место. Все пять попыток с первого января этого года. Как минимум в этих пяти попытках в этом заголовке как минимум 16 еврейских общиновских центров и 8 школ были под влиянием от пяти попыток угроз взрыва за два месяца в целевых еврейских общинах США и некоторых местах Канады. Из другой публикации с января было пять попыток взрыва в еврейских общинах и других объединений здесь, в США. Это не в Германии, не в Франции, не в Бельгии, не в Швеции. Даже не угрозы в земле Израиля против Израиля, а здесь, в США. было пять угроз взрыва против еврейских общин и других объединений. Общее количество более ста случаев с января. Другие антисемитские атаки также распространяют беспокойство в еврейском обществе. Лидер оппозиционной партии Израиля, оппозиционная партия, которая противостоит Нетан-Яху и партии Ликуд, лидер оппозиционной партии Хорсак предупреждает Израиль о евреях, которые готовятся бежать от западного антисемитизма. Похожая израильская публикация. Тут у нас есть политическая личность, которая высказывает публичное заявление правительству Израиля, говоря, что будут множественные, как он предлагает, миллионы евреев, которые будут совершать алию, совершая иммиграцию западных стран, особенно США. Знаете ли вы, что почти половина всех евреев мира живет здесь, в США? Почти половина всего населения евреев мира живет здесь, в США. Они были в Европе, некоторые из них ее покинули. Была большая община во Франции, но с ростом антисемитизма во Франции многим евреям пришлось покинуть Францию и переехать в Израиль по причине антисемитизма. Франция теряет свое еврейское население. Исайя Исайя 11, глава с 10 по 12 стих. Между прочим, антисемитизм он ужасен, он темный, он злой. Но, позвольте, я вам скажу, что евреи в США и западных странах особенно настолько осели, настолько ассимилировали, что должно произойти чудо, чтобы мы уехали отсюда, обратно в Израиль. В эти времена чудо может произойти темным способом, благодаря антисемитизму. Тогда, этот рост носит пророческий смысл? Возможно. Исайя 11, глава, стихи с 10 по 12. «И будет в тот день корню Есееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники». Между прочим, если вы не читали Исайю, корень Есеев, здесь речь идет о Мессии. В нашем случае о Иешуа. Вы можете знать его как Иисуса, но его настоящее имя Иешуа. Есть люди, которые говорят, что мы называем его имя, но это было его реальное имя. «И будет в тот день корню Есееву, отец царя Давида, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострется руку во второй раз». Когда же был первый раз? Когда же был первый раз? Вы молчите. Первый раз, это было первое изгнание. Израиль и Иуда были в изгнании. Израиль, Израиль, не был еще в Египте, но Израиль был в изгнании 150 лет до Северного царства Иуды. Израиль распространился по разным местам под водительством ассирийцев. Иуда ушел в Вавилон. И 70 лет спустя, Бог поднял свою руку пророчеством через Иеремию. Даниил прочитал пророчество Иеремии, говоря, «Господь сказал, 70 лет, и это сегодня. Давайте начнем молиться». Они склонились на колени и начали молиться. И об этом сказано в Данииле 6 главе. И знаете, как Бог ответил на его молитву? Он дал ему наиболее глубокое пророческое слово о пришествии Ишуа. В 9 главе мы читаем об этом. «И будет в тот день Господь снова простроит руку Свою, чтобы возвратить в себе остаток народа своего, какой останется у Асура и в Египте и в Патрасе и у Хуса и у Элама и в Сенари и в Эмафе и в островах моря, даже из Гавайи». Тяжело забрать евреев из Гавайи. «И поднимет знамя язычникам». Слово, означающее «знамя» на иврите, может также означать что-то чудесное. «И поднимет знамя язычникам и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». Итак, братья, мы находимся сейчас прямо здесь. Сто лет назад около сорока тысяч евреев было в земле Израиля. Теперь их там семь миллионов. «Понимаете ли вы это?» Мы на Западе очень поспешны. Мы хотим, чтобы все происходило сразу. Вы хотите кофе? Берете ложку растворимого кофе и оно готово. Вам не нужно ждать кипения. Если вам нужно кипение, вы платите пять долларов и идете в Старбакс. Мы в этом месте прямо сейчас. Бог находится в исполнении этого пророческого слова, и мы находимся посреди его. В 1948 году страна Израиль стала опять нашей Родиной благодаря голосованию ООН. Но ООН очень сильно изменилась. С 1948 года миллионы евреев эмигрировали в Израиль. С 1967 года то, что мы называем движением Иисуса в конце 60-х и начале 90-х Бог поймал меня этой сетью. К счастью, Иерусалим стал государственной столицей Израиля опять в 1967 году. Но антисемитизм растет. Является ли он современным изобретением? Никак нет. Мы сегодня празднуем Пурим. не обязательно считать, что антисемитизм начался на Пурим. Но у нас есть перед нами открытый взгляд, чтобы рассмотреть антисемитизм в книге Пуриме, где об этом очень ясно сказано. Мне нравится, что сказал доктор Уэйн. Бог не упомянут в книге Эсфирь. А вы знаете, кто еще не упомянут? Сатана. Имя Божие не упомянуто, но Сатана также. Поэтому, как и Бог использовал Мардыхая и Эсфирь, а Сатан использовал Амана. На что это указывает? Хорошо. Пурим — это веселое время на самом деле. На что это указывает? Духовная брань редко видима, если вы ее не осознаете, что смотрите невооруженным глазом. Но вы должны знать, что за происходящими событиями есть война, которая продолжается. Это не что-то мифичное, духовное, что мы называем духовной бранью. Это настоящая война. Я буду ссылаться на книгу Откровений 12 скоро, и вы увидите, что это настоящая духовная война, и она проявляется на земле. Как вы думаете, где самое сокровенное место проявления духовной войны? Я дам вам подсказку. Это Иерусалим. Вы думаете, что переживаете духовную брань здесь временами? Просто поедьте Иерусалим В книге Эсфирь Мордехай и Оман без Эсфирь могут отображать протагониста и антагониста в этой истории. И вот несколько вспомогательных актеров. Ахашвир 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 царь Он царь, но он вспомогательный актер, без которого не могла играть Эсфирь. У Эсфирь ключевая роль. Может ли она быть названа самой лучшей актрицей? Возможно. Но поверите или нет, но она играет вспомогательную роль. И она играет ключевую роль. Ахашвир Ахашвир вы знали упомянут 30 раз в книге. Царь упомянут 30 раз в книге Эсфирь. Аман упомянут 54 раза. Эсфирь упомянут 55 раз. Мордехай 57 раз. Между прочим, это мое еврейское имя. И давайте я вам прочитаю три стиха с книги Эсфирь. «Однако, изучив, какому народу принадлежит Мордехай, какому народу он принадлежал, о, какому народу, вы часть этого народа? Знаете, оба моих родителя выжили в Голокосте. И я вырос в приюте и общине, потому что их друзья выжили во времена Голокоста. Мои друзья и их дети. Поэтому это было подобно островному обществу выживших в Голокосте. Через некоторое время оно увеличилось. Но когда я был молодым, мои родители были готовы женить меня на дочери Равина. Пустая трата времени. Итак, кто же этот народ Мордехай? Или кто такой Мордехай? Может он просто какая-то личность? Послушайте это. В Писании нет случайностей. Мордехай говорит, что он сын Иаира, сына Киса. Не думайте сейчас о отце или дедушке. Мы можем пропустить много поколений, и нет случайности в этой родословии, которая упомянута в книге Эсфир. Сказано, что Мордехай сын Иаира, сын Киса из колена Вениаминова. Кто также был и сыном Киса из колена Вениамина? Саул получил заповедь от Господа стереть с лица земли всех амаликитян по причине того, что они сделали с Израилем. Когда он вернулся с Египта, они выбрали самых слабых, которые не могли обороняться, и они их атаковали и убили их. И за это я провозглашу суть над ними. Поэтому он призвал Саула царя Израиля чтобы проявить свой суть над амаликитянами. А Саул не послушался. Помните об этом. Первое царство, пятнадцатая глава. Саул не послушался. Некоторые люди остались живыми. Вы знаете, кто остался живым? Он спас царя. Имя царя было Агак. Он был убит в конце с Самуилом. Но кто-то из его наследников должен был остаться живым. Однако, изучив, какому народу принадлежит Мардыхай, было ничтожным Аману, было ничтожным возлагать руки только на Мардыхая, то задумал Аман истребить всех иудеев. Вы читаете об этом в книге Эсфирь. Он решил уничтожить всех евреев. Между прочим, книга Эсфирь это одна из ранних книг, в которой вы можете найти название евреев. Вы не найдете такого упоминания до изгнания Вавилона. После Вавилона они были названы евреями из колена Иуда. Он задумал уничтожить всех евреев по всему царству. Книга Эсфирь, 3 глава, стих 13. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить, истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13 день 12 месяца. То есть месяца Адара и имение их разграбить. И 9 глава, 24 стих. Как Аман, сын Амадафа. Послушайте это. Сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев. Кто такой вугиянин? Он потомок царя Агага, которого Саул оставил живым. Бог сказал убить всех, не оставлять никого в живых. Почему? Потому что Бог знает будущее. Он сказал, что если ты этого не сделаешь, тогда кто-то другой позже поднимется, который уничтожит или попытается уничтожить всех евреев. он был врагом всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур. Вот откуда мы получаем слово пурим. Пур означает жребий, об истреблении и погублении их. Видите ли вы антисемитизм в книге Есфирь? Здесь об этом сказано очень ясно, не так ли? Здесь мужчина, я мог бы сказать, что за занавесом он исполнен духом сатаны, наполнен злым духом. Если я могу так выразиться, Мордехай был наполненным духом Божиим. Как это касается нас сегодня? Мы празднуем Пурим, потому что это была большая победа, Бог дал большую победу. И поэтому, как вы слышали много раз раньше, на празднике Пурим, а также других праздниках, которые мы, будучи евреями, празднуем, вы можете выразить это очень простыми словами. Они хотели бить нас, мы победили, давайте покушаем. Но здесь больше больше, потому что антисемитизм не был ограничен Аманом и его людьми. Я бы хотел прочитать несколько стихов из послания к римлянам, 11 глава, стихи 17-18. Если же некоторые из ветвей отломились, речь идет здесь о Израиле и еврейском народе, а ты, дикая маслина, это другие народы, которые уверовали в Господа, привилился посреди них, посреди Израиля, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, не ты корень держишь, но корень тебя. Очевидно, что послание, которое Павел, Рав Шауль, Саул, написал римской церкви, частично было говорила о антисемитизме даже в теле Мессии среди верующих. Разве они забыли, что отцами их веры были евреи? Очевидно, что да. Был рост антисемитизма в Риме. И в этом письме, с грустью говоря об этом, он не остановился. В последних веках отцы церкви и церковные указы были изданы против еврейского общества и особенно против общества мессианских евреев. Наши братья и сестры, которые были евреями и верили в Ешуа. Хочу процитировать нескольких отцов церкви, которые были превознесены в истории церкви в семинариях по всему миру, а также тут в Соединенных Штатах. Друзья, я изучал классы по истории, я никогда не слышал о антисемитизме, который шел от церкви, я только слышал, как отцы церкви прославлялись. Вот один из отцов церкви перед смертью. Он написал диалог с Трифоном, вымышленным другом. Его имя Трифон, еврей, и у него был диалог с евреем, сильным человеком. И он говорит в своих записях, что то, что принадлежало Израилю, теперь является собственностью христиан. Вы слышали, с чего все начиналось? Оригин в третьем столетии отец церкви. Евреи пострадали, потому что они грешны, они отвергнуты Иисусом. Святой Иораним и Святой Августин в конце четвертого века мы читаем следующее. Евреи прокляты навечно. Надеюсь, что вы понимаете, что эти утверждения становились сильнее и все более и более явно антисемитскими. евреи прокляты навсегда, а благословения принадлежат церкви, а проклятия принадлежат евреям. Слышали ли вы об этом раньше? Никейский собор в 325-м и второй собор в Никее в 787-м году полностью отделил церковь от еврейских корней. И позже на втором соборе отвергли полностью евреев еврейские традиции и провозгласили анафему всякому христианину, который соблюдает какой-либо еврейский обычай. В 388-м году Амвросий, епископ Милан, сказал «Сжигание синагог угодно Богу». Вот что люди не изучают, но изучают отцов церкви, которыми восхищаются. Иоанн Богослов или Иоанн Златоуст написал 8 проповедей против евреев. И в одной из них он сказал, что синагога это бордель, полный убийц и блудниц. Потом пришли крестовые походы, которые длились 200 лет в средние века. Еще одна теория поделюсь с вами просто бесплатно. На Первом Никейском соборе в 325-м году нашей эры, который был первым Вселенским собором, когда церковь полностью отделила себя от еврейских корней веры и начала пропагандировать антисемитизм в богословии, моя теория в том, что так начались тысячи лет тьмы, то, что мы называем темные века Средневековья. Итак, во времена Средневековья были крестовые походы. Крестовые походы особенно были сосредоточены на Израиле и еврейском народе, которые длились 200 лет, когда евреи были под ужасными пытками, убиваемые, насилованы. теперь у нас есть слайд, если вы можете его показать, который называется Торжествующая Церковь. Церкви, которые строились по всей Европе, сейчас строятся с этими снаружи здания. По всей Европе вы можете это увидеть. То, что слева, это Торжествующая Церковь, а справа Синагога в Среде. То, что слева говорит «Бог, Он с нами». Вы можете увидеть это в том, что она держит крест и чашу, как Рэбби упомянул ранее. То, что справа, это Синагога со сломленным посохом и опущенными руками в стыде. Это было ДНК Церкви в Европе. Сразу появилась инквизиция евреев. Она продолжалась как минимум 400 лет в издевательстве над еврейским народом. На самом деле, вот я вижу здесь веру. У нас есть как минимум одна женщина-еврейка, потомок евреев, которые были преследуемы инквизиция, которая проявлялась в Бразилии с Португалией. Мартин Лютер. Нравится ли вам Мартин Лютер? Он написал 95 тезисов и прикрепил их к двери церкви в Виттенберге в протесте к католической церкви и некоторых вещей. И он тот, кто сказал «Одна вера, одно Писание, и верующие это священники от Бога». Это основа протестантизма. Он является великим освободителем во всех семинариях по всему миру. Но он также написал следующее. Он написал трактат евреев и их ложь. Евреи от сатаны. Сравнять их синагоги с землей. И вы думаете, что ДНК антисемитизма осталось только в исторической церкви, как в католической? Нет. Это ДНК было передано в протестантизм также. Это печально. это план сатаны, когда это становится похотью. В Откровении 12 главе стихи 13 и 17 «Когда же дракон увидел, что неизвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола и ее детей, сохраняющими заповеди Божьи и имеющиеся действия Ишуа. Дракон Сатана преследовал женщину Израиля, не мог достать ее, поэтому он преследовал ее детей евреев, особенно тех, которые сохраняли заповеди и имели свидетельство Мессии Ишуа». Знаете ли вы, то когда восстал Гитлер и начал Голокост, чтобы уничтожить всех евреев, окончательное решение было в том, что он написал книгу «Майн камф «Моя борьба»» и в этой книге, которая стала такой популярной по всей Германии, он цитирует «Иссылается на Мартина Лютера, богословие Мартина Лютера». Как же нам это исправить? Выглядеть невозможно. Антисемитизм растет. Что же нам делать? Я верю, что Бог начинает свой суд с Дома Божьего. Он хочет, чтобы мы посмотрели сначала на себя, очистились. Итак, Второй Иерусалимский Собор, который был событием, в котором Вейн и я были вовлечены, поднимает вопрос изначального разделения между евреями и неевреями в теле Мессии с желанием принести исцеление через покаяние и восстановление в отношениях. И Господь делает удивительные вещи для нас. Когда мы путешествовали по миру, открывая двери, мы встречались с разными людьми верхушек разных динаминаций и течений, неся это послание им, основываясь на деянии 15 главе Римлянам 11 и Ефесянам 2 и 3 главах. Итак, большое сражение за исцеление и разделение, частично которое проявляется в Русте антисемитизм, который называется антисеанизм. О, я люблю евреев, я просто ненавижу Израиль. Который проявляется в движении БДС, который проявляется в теологии и замещениях, в семинариях и церквях по всей стране, по всему миру. Но, друзья, грядет великое пробуждение. Не знаю, верите ли вы это или потеряли надежду. Будет новое великое пробуждение. Израиль вернулся в свою землю. Бог исполнил пророчество. 7 миллионов евреев живут в земле и Израиль сейчас. Что еще нужно? Восстановление мессианской еврейской общины. Это происходит прямо сейчас. Есть сотни тысяч людей, таких как я, и, возможно, вы также, которые сидите здесь. Бог что-то делает. Я называю это новое, иногда тихое, великое пробуждение. Воскрешение мессианских евреев и пробуждение церкви. Знаете, для чего это? Чтобы приготовить нас к возвращению Ишуа на эту землю. Спасибо, потому, для кого-то много